Всем привет! Продолжаем играть в Fallout и я зачитываю книгу, полезную информацию из книги, совершенный код Стива МакКоннелла. И сегодня продолжим главу 11, сила имен переменных. Для начала я загружусь. Так, и у нас тут дальше по теме конвенции специфические для конкретных языков. Я, наверное, это пропущу, так как здесь всякие примеры, хотя в принципе давайте, наверное, тут таблички еще есть, таблички я пропущу, а в целом конвенции для трех языков, ну, общие такие конвенции для трех языков зачитаю. Так, и тут, и тут, что у меня тут было в прошлый раз? А, Вик, как оказался, Вик оказался папкой нашей Валери или Вэлери. Где она там? А, она в другой локации. Короче, он батей оказался. А это Валери, которой надо было этой принести плоскогубцы, инструменты. Замена она мне дала вот этот супернабор. Этот супернабор я отнесу одному зомби, а тот зомби даст деталь для автомобиля. Эту деталь я отнесу, короче. Забыл, как его зовут, и он сделает мне автомобиль. Вот так вот. Ну и плюс взял вот этот прибор. Гидроэлектрический прибор, с помощью которого можно будет отремонтировать атомную электростанцию. Вроде бы все. Ну, если все, тогда, тогда, тогда. Можно продолжать. Пойду я, пойду-ка я сейчас в Гекко. И там, и там, кстати, где мои эти товарищи. А, вот они стоят. И попробуем отремонтировать станцию. Ну, пока я туда иду и ремонтировать буду, то продолжим по книге. Так, сейчас я этих заберу. Так, идем по книге. Конвенции специфические для конкретных языков. Соблюдайте конвенции именований, принятые в используемом вами языке. Книги по стилю программирования можно найти почти для любого языка. Ну, в следующем подразделе мы разберем конвенции общие для трех языков. C, C++ и Java. Ну, Visual Basic трогать не буду. Итак, конвенции языка C. Конвенции именования, используемые при программировании на C, предполагают, что имена символьных переменных дополняются префиксом C или C, B. Целочисленным индексом присваиваются имена I и J. Имена переменных, хранящие количество чего-либо, дополняются префиксом N. Имена указателей дополняются префиксом P. Имена строк начинаются с префикса S. Имена макросов при процессорах включают только заглавные буквы. Обычно это правило распространяется и на имена типов, определяемых при помощи директивы TypeDef. Имена переменных и методов включают только строчные буквы. Для разделения слов служит символ подчеркивания. Эти правила справедливы для программирования на C в общем, а также для сред Unix и Linux. Однако в разных средах конвенции имеют свои особенности. Программисты на C, разрабатывающие программы для Microsoft Windows, предпочитают применять для именования переменных ту или иную форму венгерской нотации и буквы верхнего и нижнего регистра. Программисты, разрабатывающие программное обеспечение платформы Macintosh, обычно используют для именования методов смешанный регистр, потому что инструментарий Macintosh и методы операционной системы были изначально разработаны в соответствии с интерфейсом Pascal. Так, сейчас, что смог бы. И... Ого! Ого! 4,2 стечка опыта получил. Круто! Круто! И чё? Типа отремонтировал? Так, реактор работает. Реактор работает, но ты мог бы... Данные для оптимизации... Где их взять? В центральном компьютере города-убежище. Голый диск надо. Хорошо. Хорошо. Хорошо, надо теперь оптимизировать. Ну да ладно, сейчас пойдём оптимизируем. Итак, конвенции языка C++. С программированием на C++ связаны такие конвенции. Целочисленным индексом присваиваются имена i и j. Имена указателей дополняются префиксом p. Имена констант, типов, определяемых с помощью директивы typeDef, и макросов при процессорах, включая только заглавные буквы. Имена классов и других типов содержат буквы обеих регистров. Первое слово в именах переменных и методов начинается со строчной буквы, а все последующие слова с заглавных. Символ подчёркивания используется только в именах, состоящих полностью из заглавных букв. И после некоторых префиксов. Например, после префикса, служащего для идентификации глобальных переменных. Как и в случае языка C, некоторые аспекты этой конвенции могут зависеть от конкретной среды. Конвенции языка программирования Java. В отличие от C и C++, конвенции стиля программирования на Java были сформулированы уже на ранних этапах развития этого языка. И идет имена целочисленных индексов. Имена констант включают только заглавные буквы, а слова разделяются символами подчёркивания. Все слова в именах классов и интерфейсов начинаются с заглавной буквы. В именах переменных и методов с заглавной буквы начинаются все слова, кроме первого. Символ подчёркивания служит разделителем только в именах, полностью состоящих из заглавных букв. Имена методов доступа начинаются с префикса get или set. Так. Да это просто диколон. Ты забыл, наверное, так. Что-то, я думал, будет диалог по поводу того, что я отремонтировал эту станцию, электростанцию, но его что-то нет. Ты получил диск с данными, теперь его надо использовать. А как? Ага. Тебе надо вставить диск с данными реакторов в центральный компьютер. Или, если у тебя есть диск с экономическим, он может отправиться к маклюру. Почему бы тебе не поговорить на лице со старым... Нет, так я уже говорил с ним. Ладно. Идём обратно. Дальше у нас тут по книге таблица идёт. Ну и примеры. Вот эти конвенции. То, что я перечислил здесь, просто примеры. Зачитывать их не буду. Не буду, не буду. Тут кое-что ещё пропущу. И сразу перейду... Есть такая подглава. Грамотное сокращение имён переменных. Вот с ней сейчас вы и ознакомитесь. Так, дай-ка вылезу. Так, грамотное сокращение имён переменных. Стремление к сокращению имён переменных в некотором смысле стало пережитком. В более старых языках, таких как Assembler, обычный Basic или Fortran, имена переменных были ограничены 2-8 символами. Кроме того, раньше программирование было более тесно связано с математикой, что побуждало использовать в уравнениях и других выражениях переменные с математическими именами. Это i, j, k и так далее и тому подобное. c++, java и другие современные языки позволяют создавать имена почти любой длины. Поэтому сокращение выразительных имён уже не имеет под собой практически никаких оснований. Если обстоятельства требуют создания коротких имён, помните, что некоторые способы сокращения имён лучше других. Удачные короткие имена можно создать, устранив ненужные слова, выбрав более короткие синонимы и использовав какую-нибудь из нескольких стратегий сокращения. Целесообразно знать несколько методик сокращения имён, потому что ни одна из них не является одинаково эффективной во всех случаях. Так, подремаем до утра. Общие советы по сокращению имён Так, сейчас, подожди пока здесь И тебе Так, и дальше Я сейчас зачитаю рекомендации по сокращению имён Некоторые из них, эти рекомендации, противоречат другим. Так что не пытайтесь использовать все советы сразу. Итак, начнём Используйте стандартные аббревиатуры, общепринятые, которые можно найти в словаре Удаляйте все гласные, не являющиеся первыми буквами имён. Например, компьютер, если удалить все гласные, то получится cmptr Так, сейчас надо сбегать к этому Мак, как там его зовут Так, далее Ну, например, apple Превращается, первая буква не удаляется, то есть eppl без буквы e Integer превращается inntgr Удаляйте артикли и союзы, такие как and, or, the и так далее Сохраняйте одну или несколько первых букв каждого слова Обрезайте слова согласованно После первой, второй или третьей буквы Выбирайте вариант, уместный в конкретном случае Сохраняйте первую и последнюю буквы каждого слова Сохраняйте до трёх выразительных слов Удаляйте бесполезные суффиксы ing, id и так далее Сохраняйте наиболее выразительный звук каждого слога Проверяйте, чтобы смысл имени переменной в ходе сокращения не искажался Используйте эти способы, пока не сократите имя каждой переменной до 8-20 символов Или до верхнего предела Ограничивающего длину имён в конкретном языке Так Ага, вот, мне удалось О, мне удостоверение гражданина дали, круто Э, а где она? Ладно Так, я нашёл Реакторный диск По словам, техника, компьютеру можно На третьем уровне убежища Рядом с центром управления Третий уровень Идём на третий уровень Круто Сейчас оптимизируем и получим Новый уровень Так, ворот убежища Что у нас тут Пока ничего А, а карма Город убежища Любят Круто Ну, так как я гражданин То значит, меня сейчас должны пустить В то убежище Сейчас мы туда сходим Итак Идём дальше по книге Фонетические аббревиатуры Некоторые люди сокращают слова Опираясь на их звучание А не на написание В результате Скретинг превращается в SK8ing Или Highlight Превращается в Highlight Ну, то есть High-G-H-T Like-G-H-T Превращается просто в Highlight Или Before Before Превращается в B4 Этот способ Не отличается Понятностью Поэтому Стив МакКоннелл Рекомендует Забыть про него Так, сейчас Меня должны сюда впустить Так, так Приветствую, гражданин Здорово, здорово Будет время Я вас всех убью Ну, они рабов держат Это нехорошо Берем Ну, это убежище Похоже Ну, на все Ну, они все Однотипные Эти убежища Мы уже что-то такое Встречали Так Странник на третьем Почему нету Это Ладно, нам надо На третий уровень Давайте сразу Я на третий уровень Сбегаю Итак Комментарии По поводу Сокращения Имен Сокращая Имена Вы можете Попасть в одну Из нескольких Ловушек И ниже Описаны Некоторые правила Как этого Избежать О Так это Ну, можно сказать Похоже Это убежище На То, откуда Я вышел Но Ну, оно так и есть Они же все Однотипные убежища По одному плану Строились Так, вот это Где-то, по-моему Тут Центральный компьютер А где он Вот это, наверное Я не могу сюда попасть Где центральный компьютер Это не он Может это Может Вот это Что-то их тут Так много О, вот Походу Вставить В компьютер Диск Окей Значит Поиск Так Перегрездные ссылки Все Вроде бы все Так, ладно Я думаю Мы тут Полазим Или давайте Попробуем Изломать Вот этот Вот Эту комнатку А, тут Наверное Надо будет Электронный Этот Взламывалка Электронная Сейчас попробуем Вика Пусть Вика Сломает Вик Давай Иди Вик не может Да, походу Надо электронная Взламывалка Ладно Сбегаем Сейчас уровень Подымем А потом Придумаем Так, ладно Комментарий По поводу Сокращения Имен Сокращая имена Вы можете Попасть в одну Из ловушек Это я уже Сказал Итак Не сокращайте Слова Только на Один символ Напечатать Лишний символ Не так уж Трудно И Экономия Одного символа Едва ли Может Оправдать Ухудшение Удобочитаемости Кода При этом Имена Становятся Похожими На название Месяцев В календаре Под При этом Имена Да Это я сказал Нужно Очень уж Сильно Торопиться Чтобы Написать Июнь Вместо Июнь Обычно После сокращения Словно Один символ Потом Трудно Вспомнить Действительно Ли Вы удалили Этот символ Или Удаляйте Более Одного Символа Или Пишите Все Слово Сокращайте Имена Согласовано Всегда Используйте Один И тот Же Вариант Сокращения Например Только Num Или Только Но Но Не Оба Варианта Аналогично Не Сокращайте Слово Только Некоторых Именах Если В одних Именах Вы Использовали Слово Number Не Сокращайте Его В других Именах До Нам И Наоборот Сокращайте Имена Так Чтобы Их Можно Было Произнести Используйте Имена X POS И NIDS Комп А не X PSTN И NDS CM PTG Ого Возьмите На заметку Телефонный Тест Если Вы Не Можете Прочитать Код Другому Человеку По Телефону Присвойте Переменным Более Членораздельные Имена Так Пошли Избегайте Комбинаций Допускающих Неверное Прочтение Или Произношение Имени Если Вам Нужно Как-то Обозначить Конец B Назовите Перемену ANDB А не B AND Если Вы Грамотно Разделяете Часть Имен Этот Совет Вам Не Понадобится Так Как Сочетание B AND И B С Большой E С Большой N Ну ND С Маленькой Или B Подчеркивание AND Нельзя Произвести Произнести Точнее Неправильно Блин Тут Мост Смерти Отметился Кстати Может Быть С Помощью Веревки Что-то Там Можно Будет Сделать Надо Будет Сходить Еще Раз Обследовать Так Обращайтесь К словарю Для разделения Конфликтов Имен При сокращении Некоторых Имен В итоге Получается Одна И Та же Аббревиатура Так Если Длина Имени Ограничена Тремя Символами И Вам Нужно Использовать В одной Части Имени Огранич В одной Части Программу Элементы Fired Или Full Revenue Dis Bar Вы Можете По неосторожности Сократить Оба Варианта До FRD Ну то есть Поняли Да Одно Слово Fired Типа Горел Или что А второе Full Revenue Dis Bar Вот Так вот Если Второе Второе Но Три слова Вон Сократить То получится FRD И Fired Можно Тоже До Этого Сократить И В результате Будет Непонятно Что Есть Что Так Спасибо Без Мых Конечно Если Ты Нас Хочешь Закончить Просто Вставь Диск В Терминал Управления Работой Фу Блин Вы Сюда Что Ли А Че Он Сам Не Не Вставил Так Привет Действия 5B В Какой Терминал Вставить Блин Ну Что За Диатизм Ну Если Ты Уже Раз Отремонтировал То Второй Раз В Какой Тебе Терминал Это Вставить Так Спасибо Я Бо Конечно Справиться Лучше Но Это Дура Просто Вставь Диск В Терминал А Управление Роботом Ну Вот Этот Терминал Управление Роботом Ну И так Ладно Идем Дальше Предотвратить Конфликт Имен Позволяет Синонимы И тут На помощь Приходит Словарь В нашем Примере Fired Можно Было Бы Заменить На Конфликт Имен Документируйте Очень короткие Имена Прямо В Коде При помощи Таблиц Если язык Позволяет Использовать Только Очень короткие Имена Включайте В Код Таблицу Характеризующую Суть Переменных Включайте Ее Как Комментарий Перед Соответствующим Блоком Кода Ну То есть Такой Комментарий И в котором Написано Сокращение И что они означают К примеру X POS И написано X Координата Position Координат Position В скобочках In meters Ну в метрах Ну и так далее Там к примеру PC PS CRMX Possible Store Maximum Типа Возможный Максимум Для хранения Чего-либо То есть Эта табличка Будет очень полезна Если у вас Везде Очень короткие Имена Плюс Эта табличка Вам Конечно же Поможет Избежать Дублирования Если вы Забыли Что-нибудь Вы в этой табличке Пишите Если это все Вы сразу же Сортируете В В В Алфавитном Порядке То вы Сразу Увидите Если Вы Наткнетесь На Уже На Существующие Ну Аббревиатуру Так Не понял О Функция 35 С 35 С не подошел а один подошел болен их тут несколько ладно сейчас я надо читаю или так так 35 сейчас надо записать это все так ладно пока я дальше почитаю а тут сейчас будем пробовать ну можно может показаться что этот способ устарел ну именно по поводу этих табличек но но иногда возникают проблемы то есть они всплывают время от времени потому что языковое программирование очень много разных есть не особо популярных есть специфических которые для конкретного проекта то есть могут быть языки программирования и то есть ну их очень много поэтому об этом способе тоже нужно знать указывайте все сокращения в проектном документе стандартные аббревиатуры то есть можно создать документ который будет называться стандартные аббревиатуры и и и и неверный код так подождите ну и в нем все это сделать так 30 подожди как это 35 я же выводил 35 c а я наверно не тут вел так первое а 15 значит это первый код а 15 следующий код 5 б следующий 5 в ну и следующий по ходу будет 35 c есть так начать общую процедуру техобслуживания загрузить из сети елки-палки идти первый код безопасности ну давайте 00 короче с этим я тут сейчас буду играться по ходу по ходу по ходу чё нас там было а 15 потом 5 б потом 35 c потом потом 00 неправильно 70 тоже неправильно ладно 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 давайте я дочитаю дочитаю а потом будем сидеть угадывать итак указывайте все сокращения да как я сказал в проектном документе применение аббревиатур став сопряжено с двумя распространенными факторами риска аббревиатура может оказаться непонятной программисту читающему код программисты могут сократить одно и то же имя по разному что вызывает ненужное замешательство для предотвращения этих потенциальных проблем вы можете создать документ стандартные аббревиатуры описывающий все аббревиатуры конкретного проекта сам документ может быть файлом текстового редактора или электронной таблицы при работе над очень крупными проектом им может быть база данных этот документ следует зарегистрировать в системе управления версиями и изменять его каждый раз когда кто-то создает новую аббревиатуру элементы документа должны быть сортированы по полным словам а не по аббревиатурам может показаться что эта методика связана с большим объемом дополнительной работы но на самом деле она требует небольших усилий на начальном этапе предоставляя взамен механизм помогающий эффективно использовать аббревиатуры она устраняет первый из двух факторов риска заставляя документировать все используемые аббревиатуры если программист не может создать новую аббревиатуру не проверив документ стандартной аббревиатуры не изменив его и снова не зарегистрировав в системе управления версиями это хорошо это значит что программисты будут создавать аббревиатуры только когда будут чувствовать что выгода от их создания стоит того чтобы преодолеть все барьеры связаны с их документированием вероятность создания избыточных аббревиатур снижается программист желающий сократить какое-то слово должен будет проверить документ и ввести новую аббревиатуру если это слово уже было сокращено значит программист заметит это и будет использовать существующую аббревиатуру этот совет иллюстрирует различия между удобством между удобством написания кода и удобством его чтения очевидно что рассмотренный подход делает написание кода менее удобным однако на протяжении срока службы системы программисты проводят гораздо больше времени именно за чтением кода которое благодаря этому подходу облегчается когда вся пыль осядет вполне может оказаться что этот подход облегчил и написание кода помните что имена создаются в первую очередь для программистов читающих код прочитайте собственный код который вы не видели минимум 6 месяцев и обратите внимание на те имена суть которых вы не можете понять с первого взгляда измените подходы подталкивающие к выбору таких имен кстати в разных спецификациях но по разным протоколами надо бывает в начале идут идет как раз табличка с именами и их аббревиатурами потому что в тексте часто в спецификации по каким-то протоколам можно часто встретить аббревиатуры и вот эти аббревиатуры расшифровываются в самом самом начале так все выключено кроме оправа чтобы по моему все поряд 3 в м в 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 а банк боли как мне а начать процедуру ремонта необходим регулятор поместите деталь подожди-ка так неисправность похоже большая часть работы приступим ручное управление ёлки-палки по-моему можно начинать так добавить команду ой 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 какую тут команду добавлять откалибровать добавить команду усилить добавить команда подать ток так чё да короче с этим надо подолбаться будет так ладно давайте это да продолжу потому что здесь надо посидеть по ходу программа не работает лисин программа ну ладно именно которых следует избегать избегайте обманчивых имен или аббревиату убедитесь том что имя не является двусмысленным скажем false обычно является противоположностью true и использовать такое имя для сокращения фразы фиг энд элмонт сизон было бы глупо избегайте имен имеющих похожее значение если есть вероятность что вы сможете спутать имена двух переменных и это не приведет к ошибке компиляции переименуйте обе переменных например пары имен input и input value record num и record и и нам или файл 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 набор или файл индекс так похоже с семантической точки зрения что вы можете легко их спутать внеся в код неуловимые ошибки избегайте переменных имеющих разную суть но похожие имена так сейчас сейчас погодьте так идем дальше избегайте переменных имеющих разную суть но похожие имена если у вас есть две таких переменных попытайтесь применовать одну из них или изменить аббревиатуру елки-палки все оказалось гораздо проще я уже думаю попробую кайф ставить просто так способность смотрите у нас тут новый уровень и добавить не торговец прилив адреналина не надо о приз вы достиле того когда можете выбрать дополнительный основной на основные навыки улучшаются два раза быстрее давайте попробуем о это то что я в прошлый раз первом фоллауте убирал давайте тяжелое оружие подождите а какой этом качал тяжелая у и наверное взлом ну давайте да давайте возьмем тяжелое оружие вот она вода но два раза быстрее качается и наверное было бы неплохо может быть науку чуть-чуть под 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 прокачать красноречие может быть вот так вот и дальше тяжелое оружие будем 66 ну пойдет пусть будет так короче тогда нафиг отсюда вам сохраняемся сейчас к этому подойдем хочу а этот стал полин давай давай отходи отходи да ёлки круто он отошел дурачок что ли два дурачка стали и так избегать имен вроде клиент рэкс и клиент рэпс они различаются только одной буквой и это трудно заметить выбирайте имена различающиеся хотя бы двумя буквами или первой или последней имена клиент рэкс и клиент рэппорт лучше чем первоначальные имена избегайте имен так сейчас походите так избегайте имен имеющих похожее звучание таких как в раб и раб когда вы пытаетесь обсудить код с другими людьми разговоры иногда вмешивается аммонимы так одним из забавных аспектов экстремального программирования является слишком хитрое использование терминов гол донор и голд оунар которые звучат практически одинаково в итоге разговор может принять подобный оборот я только что разговаривал с гол донор что ты сказал голд оунар или гол донор я сказал гол донор что гол донор ясно гол донор не нужно кричать черт возьми какое еще золотое кольцо ну и такое короче куча не непонятно как и в случае непроизносимых аббревиатур используйте для исключения подобных ситуаций телефонный тест о скитера но форму конечно вот она болен счеты чё то вы у этого штриха можно взять только что о подождите ка мне ж надо этот супер этот отнести куда-то точно я же забыл панали так ладно избегайте имен включающих цифры если наличие цифр в именах действительно имеет смысл используйте вместо отдельных переменных массив если этот вариант не уместен цифры в именах еще более неуместны например избегайте имен файл 1 файл 2 и файл 3 или тотал 1 и тотал 2 почти всегда можно найти более разумный способ проведения различия между двумя переменными чем дополнение их имен цифрами в то же время нельзя сказать что цифры нельзя использовать вообще некоторые сущности реального мира так некоторые сущности реального мира такие как шоссе 66 изначально включают цифры и все же перед созданием подобного имени подумайте есть ли лучшие варианты так мне надо скитера найти где-то он был избегайте орфографических ошибок вспомнить правильные имена переменных и так довольно трудно требовать запоминание правильных орфографических ошибок это уж слишком например если вы решите сэкономить 3 буквы и замените слово хайлайт на ну хайгхт лайгхт на просто хайлайт программисту читающему код будет неописуемо трудно вспомнить на что же вы его заменили на хайгхлайт или хайлайт или хайгхт или хайлайт или еще как нибудь ну то есть я думаю идею поняли как бы вы сократили сделали орфографическую ошибку намеренно а потом сидите думаете а как же вы реально это все сократили как как и голову могут приходить абсолютно разные варианты проводите различия между именами не только по регистру букв так кто это такое блин а где этот скитер ой блин чикаго такое взяла какой я так и не понял так ладно проводите различия между именами не только по регистру буквы если вы программируете на си плюс плюс или другом языке в котором регистр букв играет роль вы можете поддастся соблазну сократить понятие fired и final review duty и full review дисбарсов соответственно до фрд с маленькой буквы фрд с большой буквы и фрд в которой только первая буква большая соответственно будет большая путаница избегайте смешения естественных естественных языков если в проекте участвуют программисты разных национальностей обижите их именовать все элементы программы используя один естественный язык понять код другого программиста не просто а код написанный на юго-восточном диалекте марсианского языка невозможно еще более тонкая проблема связана с наличием разных диалектов английского языка если в проекте участвуют представители разных англоязычных стран сделайте стандартом тот или иной вариант английского языка чтобы вам не приходилось вспоминать как называется конкретная переменная color или color чек чек или чек юэ и так далее так 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 сейчас у меня вроде бы так это топливный контроллер это хорошо форма форма есть избегайте имен стандартных типов переменных и методов все языки программирования имеют зарезервированы и предопределенные имена просматривайте время от времени списки таких имен чтобы не вторгаться до владения используемого языка так следующий фрагмент тут будет пример такой вполне допустим при программировании на pl но написать такое может только идиот со справкой ну и тут такой пример if дальше if равно zen 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 равно else 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 равно if ну я думаю вы поняли в чем фишка не используйте имена которые совершенно не связаны с тем что представляют переменные использование имен вроде мар марджерет или пуки практически гарантирует что никто другой их не поймет так секундочку так мне нужен и чё вот она не называйте переменные в честь девушки жены любимого сорта пива и так далее если только девушка жена или сорт пива не являются представляемыми ими в программе сущности но даже тогда когда даже тогда вы должны понимать что все в мире изменяется поэтому имена девушки жена или любимый сорт пива точнее имена девушка жена и любимый сорт пива гораздо лучше чем место этого имени подставить непосредственно имя или любимый сорт пива Избегайте имен, содержащих символы, которые можно спутать с другими символами. Помните, что некоторые символы выглядят очень похоже. Если два имени различаются только одним таким символом, вы можете столкнуться с проблемами. Попробуйте, например, определить, какое из имен является лишним в каждой тройке. И вот здесь первый пример. E, Y, E, чарт 1, E, Y, E, чарт, большая I, E, Y, E, чарт, просто L. Но эти все символы похожи. 1, потом большая английская I и единичка. Точно так же похожи O и 0. Похожи 2, Z. Так же, ну, да, есть такая штука. Так же похожи 5 и S. В число пар символов, которые трудно различить, входят пары. 1, E, L, 1, E, большая I, точка и запятая 0, E, O, 2, E, Z, точка запятой и двоеточие S, E5, G, E6. Итак, и вот, я думаю, сегодня мы закончим эту главу. Так, контрольный список именований переменных. Общие принципы именования переменных. Описывает ли имя представляемую переменной сущность? Полно и точно. Описывает ли имя представляемую переменной сущность полно и точно? Характеризует ли имя проблему реального мира, а не ее решение на языке программирования? Имеет ли имя длину, достаточную для того, чтобы над ним не нужно было ломать голову? Спецификаторы вычисляемой значения находятся в конце имен или нет? Используются ли в именах спецификаторы count или index вместо num? Так, именование конкретных видов типов. Выразительные ли имена, присвоенные индексом циклов, более ясные, чем i, j и k? Если цикл содержит более 1-2 строк и является вложенным, всем ли временным переменным присвоены выразительные имена? Не понял, что он не может сюда идти? Блин, опять этот спутник. Можно ли по именам булевых переменных понять, какой смысл имеет значение истина и ложь? Включают ли имена элементов перечислений префикс или суффикс, определяющий принадлежность элемента к перечислению? Например, префикс color, подчеркивание, в случае элементов color red, color green, color blue и т.д. Именованные е-константы названы в соответствии с представляемыми абстрактными сущностями, а не конкретными числами. Так ли это или нет? Дальше, следующий список. Это конвенции именования. Проводит ли конвенция различия между локальными данными, данными класса и глобальными данными? Проводит ли конвенция различия между именами типов, именованных констант, перечислений и переменных? И идентифицировали ли вы исключительно входные параметры методов, если язык не навязывает их идентификацией? Постарались ли вы сделать конвенцию как можно более совместимой со стандартными конвенциями конкретного языка? Способствуют ли форматирование имен удобству их чтения? Короткие имена. Так идут дальше. Следующий список вопросов по поводу коротких имен. Стараетесь ли вы не сокращать имена без необходимости? Избегаете ли вы сокращение имен только на одну букву? Все ли слова вы сокращаете согласованно? Легко ли произнести выбранные имена? Избегаете ли вы имен, допускающих неверное прочтение или произношение? Документируете ли вы короткие имена при помощи таблиц преобразования? Ну и последний ключевой список вопросов по, ну он называется так, распространенные проблемы именования. И, внимание, начинаем слушать. Избежали ли вы имен, которые вводят в заблуждение, имен с похожими значениями, имен, различающихся только одним или двумя символами, имен, имеющих похожее звучание, имен, включающих цифры, имен, намеренно написанных с ошибками с целью сокращения. Имен, при написании которых люди часто допускают ошибки. Имен, конфликтующих с именами методов из стандартных библиотек или предопределенными именами переменных. Совершен совершенно произвольных имен, символов которые можно путать с другими символами. Ну и глава оканчивается у нас в следующем. Ключевые моменты. Итак, какие ключевые моменты? Выбор хороших имен переменных одно из главных условий понятности программы. С отдельными типами переменных, например, с индексами циклов и переменными статуса, связанные свои принципы именования. Имена должны быть максимально конкретны. Имена, которые из-за невыразительности или обобщенности можно использовать более чем с одной целью. Обычно являются плохими. Конвенции именования позволяют провести различия между локальными данными, данными класса и глобальными данными, а также между именами типов, именованных констант, перечислений и переменных. Над каким бы проектом вы не работали, вам следует принять конвенцию именования переменных. При выборе типа конвенции следует учитывать размер программы и число работающих над ней программистов. Современные языки программирования позволяют отказаться от сокращения имен. Если вы все-таки сокращаете имена, регистрируйте аббревиатуры в словаре проекта или используйте стандартизированные префиксы. За чтением кода программисты проводят гораздо больше времени, чем за его написанием. Выбирайте имена так, чтобы они облегчали чтение кода, пусть даже за счет удобства его написания. На этом это глава всем. И следующая глава у нас будут основные типы данных. Я даже не знаю, есть ли тут смысл читать. В принципе есть смысл что-то тут и почитать. Поэтому эта глава у нас закончилась. И можно сказать все. Ну, а я не все еще. Я тут еще кое-что доделаю. Надо все-таки сбегать к этому макулу или как их там зовут. Сказать, что реактор был оптимизирован. Может быть он даст мне что-то. В плане опыта. Плюс, я думаю, тут еще полно квестов можно будет взять. И в дыру, как вы видели, я там взял квест. Ну, просто клацал. Оказывается, надо найти какого-то гулю для другого гули. Что-то такое. И совет поискать в дыре. А в дыру мне как раз надо бежать. Потому что надо отнести детальку. Эту детальку. Не понял. А где ты? Вот это поворот. А где? Ёлки-палки. Ёлки-палки. Куда он делся? Блин, вот это было неожиданно. Реально. Мне же надо пойти сказать ему. Он, возможно, мне даст. Опыт какой-то. Куда он делся? Да ёлки-палки, Вик. Ну, вы достали. Вот реально. Дебилы. Блин, ну куда он делся? Его тут, да, вряд ли он тут в баре будет. Может он где-то в совете каком-то. Ну, типа его там повысили. Может, может, там был какой-то вроде бы совет. Да, куда-то пропал. Наш мак. Мак, мак, мак. Нету, нету. Тут, наверное. Так, давайте на второй уровень сбегаем. Возможно, он на втором уровне. Ну, если сейчас я его не найду, то я запись прекращу и побегаю ещё сам. Я не вижу его здесь. Ладно, тогда, наверное, на сегодня всё. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, комментируем, ставим лайки и всё такое. Всем пока.